Партнер программы «Сеть детских клубов» «Ети и дети». Ребята, здравствуйте! В стране безопасности начались летние выездные игры для самых сильных игроков, которые уже участвовали в нашей программе. Сегодня для Полины и Ярослава второй игровой день, и я могу вам рассказать о том, кто сколько очков смог заработать вчера. Итак, в испытании на тренажерах под пожарной безопасностью Ярослав не сделал ни одной ошибки, а Полина ошиблась два раза и заработала 7 баллов. Так что пока счет в пользу Ярослава – 9-8. Впрочем, делать выводы еще очень рано. Впереди еще три дня непростых испытаний, и сейчас самое время подключиться к прямой трансляции и посмотреть, чем закончится борьба сегодня. Сегодня у нас второй конкурсный день, и нас ждет новое испытание. Но для начала я хотела бы вас спросить, как вам, понравился вчерашний конкурсный день? Да! Ребята, мы с вами уже не раз говорили о том, по каким номерам необходимо вызывать службу спасения. Давайте вспомним. Какие номера? 101, 112. Верно. Сейчас мы с вами посмотрим мультфильм о том, как правильно вызывать службу спасения, а дальше перейдем к конкурсному испытанию. Готовы? Да. При обнаружении чрезвычайной ситуации не нужно паниковать. Ну и не думайте, что кто-то позвонит вместо вас. Необходимо сообщить о чрезвычайной ситуации по номеру 101. Если вы звоните с мобильного, 112 или 101. Сообщите адрес, где происходит пожар, также место его возникновения. Ребята, понравился вам мультфильм? Да! Он еще раз напомнил вам правильное действие в случае возникновения пожара. А сейчас необходимо будет их отработать на практике. И следующий конкурс так и называется – вызов службы спасения. Сейчас мы пройдем к мониторам и приступим к нашему испытанию. Готовы? Да. Сейчас вам предстоит на практике вызвать службу спасения. Берем телефоны в руки. Номера экстренных служб мы уже знаем. Мы с вами их оговорили. Как по обычному телефону звоним? Так. Разговариваем с диспетчером. Что у вас случилось? Полина, у тебя в подъезде дым? На какой улице ты находишься? Подбирай. Либо улица Ленин, либо улица Мира. Какой номер твоего дома? Подтверди. Диспетчер спрашивает, номер дома 8? Нет. Какой номер дома? Не забываем, что это конкурсное испытание. Мы на скорость проводим. Полина, диспетчер сказал оставаться на линии. Ты видишь, ты вызвала службу спасения. И по твоему вызову сразу же выехала пожарная техника. Какой контактный номер телефона? Сообщи диспетчеру. Придумай. С какого номера ты звонишь? Ну, представь. А теперь запоминай правильное действие в случае возникновения пожара в квартире. Я уже все. Итак, дорогие ребята, вы прошли это конкурсное испытание, и сейчас мы подведем итоги. Давайте присядем. Давайте вспомним результаты нашего первого конкурсного дня. У Полины 7, у Ярослава 9. За то, что вы сегодня прошли второй конкурс, правильно, и быстро вызвали службу спасения, каждый из вас получает по 5 баллов. Но за то, что Ярослав сделал это быстрее, он дополнительно получает 5 баллов. Соответственно, у Ярослава 19 баллов, у Полины 12. Но это не повод расстраиваться. Впереди нас ждут еще два конкурсных испытания. Ребята, на сегодня это все. Отдыхайте, набирайте сил, и завтра мы встретимся с вами на третьем конкурсном испытании. Сократно! Привет, друзья! Я предлагаю вам отправиться в увлекательное путешествие по загадочному и таинственному лесу. Вы готовы? Отлично! Для начала, давайте запомним простые правила, которые помогут сделать наше путешествие приятным и безопасным. Перед тем, как отправиться в лес, обязательно спросите разрешение у родителей. Если родители не против, расскажите, куда именно и с кем вы идете. Помните, никогда не ходите в лес одни, это очень опасно. Вот и сегодня с нами в лес пойдет мой друг Саша. Кстати, он уже спросил разрешение у родителей. В лесу очень много комаров и мошек, которые могут вас покусать. Поэтому обязательно нужно взять с собой средство от комаров. А чтобы защитить вашу голову от перегрева и укусов клещей, наденьте на голову кепку или шапку. Чистый носовой платок тоже может пригодиться. Возьмите с собой кусочек мела. Им можно не только рисовать на асфальте, но и делать пометки на деревьях, чтобы легко найти дорогу обратно. Ну вот, друзья, мы и подошли к лесу. Но прежде чем зайти в него, давайте осмотримся и поищем те ориентиры, которые помогут нам не заблудиться и выйти из леса. В лесу старайтесь двигаться только по знакомому маршруту, который вы знаете. Ни в коем случае не отходите далеко от тропинок и лесных дорожек. Постарайтесь представить себе, где вы находитесь и где находится выход из леса. Старайтесь замечать особенности вокруг себя. Необычные деревья, пеньки, полянки, кусты. Чтобы не заблудиться, поставьте мелом отметки на деревьях. Так вы легко найдете дорогу обратно. Передвигаясь по лесу, смотрите себе под ноги, чтобы не наступить на змею. Если вдруг вы ее увидели, не пугайтесь, она сама боится вас. Просто не приближайтесь к ней и не трогайте, и она уползет. Ух ты! Ребята, это мы удачно пришли. Только посмотрите, сколько разных ягод. И красные, и черные, желтые и даже синие есть. Каких только красок не увидишь на этой чудесной полянке. Запоминайте, какие ягоды самые вкусные и безопасные. Черника. Я думаю, все вы знаете эти маленькие низенькие кустики с черными ягодками-бусинками. А эти красные, похожие на клубнику ягодки, мои самые любимые. Это ароматная и сладкая земляника. Ее вкус не спутаешь ни с чем. Малина растет на высоких и колючих кустах. Это самое любимое лакомство сладкоежек и замечательное средство от простуды. Жаль, что не все ягоды съедобны. В наших лесах очень много красивых, но ядовитых ягод, которые я бы не советовал пробовать. Они ядовиты и опасны для жизни. Например, волчья ягода, вороний глаз, снежноягодник белый. Поэтому ни в коем случае не срывайте и не пробуйте незнакомые ягоды на вкус. Ну что ж, друзья, вот и подошло к концу наше лесное путешествие. Надеюсь, оно поможет сделать ваши дальнейшие походы в лес не только интересными, но и безопасными. До встречи, ребята! Субтитры создавал DimaTorzok